Добрый вечер! В эфире «Весть Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жубкаев. И вот, что в нашем выпуске. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии избрали Казбека Кокова главой региона на второй срок. Сегодня глава Карачаева Черкесии принял участие в инаугурации. Ряды пограничных войск России пополнили более 60 ребят из Карачаева Черкесии. Власти пожелали солдатам-срочникам хорошей службы. Зачастую это становится причиной смерти на дорогах. В Карачаево-Черкесии проходит профилактическая акция «Трезвый водитель». К ней присоединились вести. Большой спортивный праздник в педагогическом колледже. Как отметили День здоровья будущие учителя. Сегодня в Нальчике глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов принял участие в церемонии вступления в должность главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. От имени многонационального народа республики, от себя лично он поздравил Казбека Валерьевича с переизбранием и вступлением в должность на новый срок. Рашид Темрезов отметил, что за предыдущие шесть лет работы в качестве руководителя Кабардино-Балкарии он своими делами, своим отношением к республике и к людям не раз доказал, что республикой руководит настоящий лидер, патриот своей малой родины и отечества. Успехи развития республики отмечены в первую очередь президентом России Владимиром Путиным. Жителями республики сегодня Кабардино-Балкария, динамично развивающийся субъект страны, видны позитивные изменения, которые происходят в республике. И это не только инвестиционные национальные проекты, которые успешно реализуются в регионе. Сегодня это еще и поддержка земляков, в том числе ребят, выполняющих задачи в зоне СФО. Я искренне хочу поздравить вас с переизбранием, с вступлением в должность за 6 лет, которые вы проработали в должности главы Кабардино-Балкарской республики. Это, как было уже здесь сказано, отмечено в первую очередь президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, жителями Кабардино-Балкарской республики. Я знаю те планы, которые вы для себя строите, ставите их перед своей командой. Считаю команду профессионалов. Я уверен, что совместно с новым депутатским корпусом, который я вас всех поздравляю, с переизбранием, с новым созывом парламента Кабардино-Балкарской республики, совместно с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными структурами, с ветеранским сообществом, с общественными организациями, вы обязательно все поставленные задачи, которые перед собой ставите и которые перед вами ставит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, население Кабардино-Балкарии, вы обязательно их добьетесь. То, что было сделано за последние годы, это видно, и те преобразования, я могу об этом говорить, они на протяжении уже очень многих лет в Кабардино-Балкарии происходят, но те ваши проекты, которые вы реализовали, те задачи, которые перед вами ставит президент Российской Федерации, вы их исполняете, это не только инвестиционные проекты, это не только реализация национальных проектов, это еще и сегодня и поддержка наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции, знаю, что вы этому очень многое уделяете внимание. Уверен, у вас все получится. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы вы побольше времени проводили со своей замечательной семьей, чтобы у вас была возможность чувствовать их поддержку, а вы ее чувствуете. И уверен, у вас все получится. Я вас искренне поздравляю. В добрый путь. Сегодня в пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесии приняли более 60 человек на срочную службу. Последние несколько лет в такие подразделения брали только контрактников, мероприятие прошло торжественно. Солдат срочников поздравил руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Мурат Озов. Альбина Ламкова с места события. Я, наверное, пойду туда же, куда и мой папа, в Орел, на связиста. И, блин, все вместе мы... Я хочу своих друзей тоже потащить на связиста, чтобы мы все вместе могли хорошо охранять нашу границу. Срочная военная служба всегда в почете. Особенно интересна служба стражей границы подрастающему поколению. Для Матвеева одноклассников и из класса юных друзей-пограничников большая ответственность участвовать в честовании призывников. Такие мероприятия служат основой для развития человека как личности, которая начинается со школьной скамьи. Очень много эмоций, восхищения. Конечно же, служба пограничников очень важна. Нам в классе, конечно же, объясняют, что такое пограничник. У нас постоянно по понедельникам разговоры о важном. К нам приходит наш куратор Сергей Дмитриевич и рассказывает нам, приносит автоматы, показывает и разбирает, что это такое. Героический опыт военнослужащих всегда вдохновляет. Особенно молодежь, говорит председатель региональной организации Совета ветеранов Покорчаева-Черкесии Сергей Юрьев. Он частый гость в Центре 11 Черкеска. Учит детей не только, как разбирать автомат. Сергей Дмитриевич рассказывает юным друзьям пограничников о том, что можно считать подвигом. Можно ли его запланировать и как влияют современные условия на ход боевых действий. Это не первый опыт, когда совместно служат контрактники и служат военнослужащие по призову. Никогда никаких вопросов не возникало. Они дополняли всегда друг друга, помогали, воспитывали, обучали. Опыты премьера непосредственно старших товарищей военнослужащих-контрактников. Это будет становление осуществляться быстрее. Честование призывников стартовало с исполнения государственных гимнов Российской Федерации Корчаева-Черкесии. Затем руководитель администрации главы и правительства Корчаева-Черкесии Мурат Озов поздравил новобранцев и пожелал им хорошей службы. Сегодня для вас начинается новый этап жизни. Опыт, полученный в рядах пограничных органов, поможет вам закалить характер, стать опорой близким и реализовать жизненные планы. Возможно, кто-то из вас в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с профессией военнослужащего. Служите достойно и честно. Помните, что теперь вы защитники Отечества. После прохождения обучения вами выпала высокая честь стоять на защите государственной границы. Последние несколько лет в пограничное управление ФСБ России брали только контрактников. Но сейчас, после принятия соответствующего федерального закона, решили вернуться к практике прежних времен. Сегодня ряды пограничников пополнили более 60 ребят. Более 20 лет у нас не было военнослужащих срочной службы. 20 лет назад с этого плаца, точно вот таким же торжественным построением, с выносом знамени, мы провожали отсюда крайнего солдата срочной службы. Как и тогда, нести боевое дежурство у наших рубежей берут не всех. Отбор строгий. Современный пограничник, конечно, выглядит уже не так. Изменились форма и оружие, но в точности сохранилось понимание, каким должен быть защитник рубежей Родины. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 929 860 8036. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4 9, в горах минус 1 плюс 4, а днем 18-23 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 20-22 градусов тепла. Сегодня Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Ежегодно во многих странах в этот день проводятся мероприятия в рамках этого праздника. На территории Карачаева-Черкесии проходит серия профилактических рейдов «Трезвый водитель». Задача автоинспекторов – минимизировать количество происшествий на дорогах с участием любителей спиртного. Подробности в сюжете Артура МХЦ. До 6-го числа у нас проходит мероприятие «Трезвый водитель». Хотелось бы вас предупредить о том, чтобы, я понимаю, вы женского повода, не садиться за рулем в нетрезвом состоянии, не передавать свой автомобиль человеку, который состоит в алкогольном опьянении, быть аккуратными за рулем. Правила соблюдать, быть аккуратным с вами в голову. Вам счастливого пути. Спасибо большое. В середине рабочей недели автомобили не спеша двигаются в центр региональной столицы. Вряд ли среди водителей есть те, кто рад остановке полицейскими. Однако все они понимают важность профилактической работы, которую стражи порядка проводят с автолюбителями республики по теме нетрезвости за рулем. Я считаю, что пьяным садиться за руль – это опасно для общества, для людей в первую очередь. Ну, для других водителей. Стоит ли садиться за руль? Ну и мало ли может приходить аккортическая ситуация. Нет, не стоит. Он подвергает, прежде всего, жизнь других людей опасности. И, по-второму, свою жизнь. В прошлые годы на дорогах Карачао-Черкесии автоинспекторы фиксировали немало случаев вождения транспорта в нетрезвом виде. Последствия подобных бездумных поступков порой были очень трагичными. Все-таки в подобном состоянии человек не может полностью контролировать свои собственные действия, не говоря об уверенном управлении быстрым средством передвижения. Оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» у нас проводится на территории Карачао-Черкесской республики не в первый раз. Но направлено на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения. Сотрудниками госавтоинспекции проводятся сплошные массовые проверки водителей на степень опьянения. И хочется довести до сведений наших водителей, что когда человек отказывается от прохождения медицинского осведейства на состоянии опьянения, пускай это будет на месте или же уже впоследствии в медицинском учреждении, это также приравняется к тому, что лицо находится в состоянии опьянения. В дальнейшем в отношении такого отказника также будет применено административное наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права в течение от полутора до двух лет управлять транспортным средством. Данное мероприятие направлено на то, чтобы предотвратить и пресечь те административные проношения, связанные с тем, что водители в нетрезвом состоянии передвигаются на своих автотранспортах. На сегодняшний день с первого числа было составлено один административный материал по части 2 статьи 12.7 и по части 2 статьи 12.26. То есть эти статьи ввлекут то, что 12.7 часть 2 – это будучи лишенным права управления, севши за руль автомобиля. А 12.6.2 часть 2 – это отказ от административного деятельства в специальном учреждении. Автоинспекторы обращаются к водителям с просьбой садиться за руль только в трезвом виде, уважая таким образом и себя, и остальных участников дорожного движения. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесском книжном издательстве прошла презентация двух поэтических сборников «Дорога домой» Евгении Черняевой и «Из времени в вечность» Марины Абдоковой. На мероприятии было отмечено, что самым трудоемким процессом в работе издательства считается правка именно стихотворного текста и что именно работа в тандеме с автором позволяет подготовить качественный сборник. Подробнее расскажет Алихаль Лепшоков. Каждый из этих сборников отображает богатый духовный мир наших поэтов, отмечали собравшиеся на презентации. Журналист и писатель Ольга Михайлова представила две книги «Дорога домой» Евгении Черняевой и «Из времени в вечность» Марины Абдоковой. В сборник стихов Евгении Черняевой вошли произведения разных лет, а также два фантастических рассказа и фрагмент из новой повести «Ретранслятор». По поводу любимого стихотворения не могу определиться, потому что каждая, наверное, по-своему любима. Поскольку я больше пишу любовную лирику, хотелось бы почитать стихотворение соответствующей тематике, хотя в сборнике есть и философские стихи, и первое стихотворение здесь, в этом сборнике, посвящено Карачаево-Черкесии. Затем для собравшихся была представлена книга Марины Абдоковой «Из времени в вечность». Она выросла в интернациональной семье. Это уже ее пятый сборник. Будучи филологом по образованию, Марина Абдокова защитила докторскую диссертацию по теме «Этноментальные основы литературы черкесского зарубежья». В ее новой книге особое внимание уделяется духовности и любви родному краю. Третий сборник «Солнечные слезы» появился в 2010 году. И четвертый сборник «Тихий благовест» – это сборник духовных стихов. Он появился в свет в 2015 году. И вот сборник «Из времени в вечность» посвящен светлой памяти моей мамы Абдоковой Людмилы Карповны. В ходе презентации авторы читали свои стихи и выражали благодарность издательству за выход их сборников. Самым трудоемким процессом в работе издательства считается правка именно стихотворного текста. Поэтому работа редактора должна вестись вместе с поэтами. Собравшись, отмечали, что новые сборники пополнят богатое поэтическое наследие нашей республики. Я считаю, что они обогатили нашу многонациональную литературу Карачаев-Черкесии, да, и всей необъятной России. Далее хочу выразить слова благодарности, как было сказано прежде, коллективу книжного издательства за проделанную огромную работу по выпуску данных книг. По завершению презентации собравшиеся выражали авторам дальнейших творческих успехов. Два новых поэтических сборника можно приобрести в республиканском издательстве. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Без прошлого нет настоящего и будущего. Пример тому большой спортивный праздник в Карачаево-Черкесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова, где юные студенты продемонстрировали основные события в жизни нашей страны, которые вошли в историю нашей республики и страны в целом. Знает ли и молодое поколение, как строилась великая держава, какие политические изменения повлияли на судьбы людей, узнала Майя Хамдохова. Наследие нерушимого союза, достойное поколение. Уже много лет организаторы педколледжа в Черкесске устраивают спортивные мероприятия ко Дню Здоровья. В этом году тематика представлений пришлась как никогда кстати. 19 команд Карачаева-Черкесского педагогического колледжа вместе со своими кураторами представляли антологию патриотической и отрядной песни. Сегодня идет антология патриотической и отрядной песни. И мы охватили 100 лет с 1924 года до 2024 года. Здесь будут представлены разные поколения 20-х, 30-х, 40-х, 60-х, разных годов и до нашего времени. Подготовка к патриотическому празднику для самих студентов всегда радостное событие. Это возможность познакомиться с историческим и культурным наследием великой державы. Кроме того, антология стала площадкой для творческого самовыражения обучающихся. Сегодня мы представляем кукурузу «Царицу полей». Это слоган нашей группы. Мы представляем команду «Олимпийские мишки». У нас будет происходить передача огня. Я представляю команду «Революция идей». Как вы могли заметить по моей одежде, мы сегодня в костюме рабочих. Мы будем показывать, танцевать, петь. Копать будете? Естественно. Это фишка нашего танца, поэтому без этого никак. Но поехали! Период 20-х, 40-х годов 20-го века стало открытием спортивного мероприятия. Новая экономическая политика характеризуется резким подъемом народного хозяйства. Политические изменения, образование СССР и принятие Первой Конституции. Индустриализация, коллективизация, формирование колхозов и, конечно же, самое яркое событие советского времени – создание пионерской организации. Россия пережила множество событий, формировавших ее будущее – революции, войны, культурные перемены. Главной целью данного мероприятия стало патриотическое воспитание молодежи. По словам организаторов и жюри, для нынешнего молодого поколения, которое мало знакомо с перестройкой политической реформы в стране, очень важно хоть и демонстрации и песнями, но показать, какая сильная была и есть наша держава. И сегодняшний праздник, приуроченный ко Дню Молодежи, ко Дню Здоровья и в год семьи, очень целесообразно. Здоровье нашей молодежи – это здоровье нации. А это, в первую очередь, и патриотическое воспитание молодежи, и это защита Родины нашей. Как вы думаете, сами обучающиеся вообще интересуются историей своей страны? Да, конечно. У нас очень хорошие преподаватели истории России, истории Карачао-Черкесии. И, в принципе, говорится, дети очень интересуются историческими моментами, событиями нашей истории государства и нашей республики. Переименование РСФСР в Российскую Федерацию – первый телемост между Россией и США. Множество открытий в области науки и технологий в период 50-х-80-х годов. Юные патриоты смогли передать тот самый антураж нерушимого союза, показали сплоченность и величие событий в стране, изменивших судьбы людей. Отрадно наблюдать за поколением, в руках которых нарисованные плакаты со знаменитыми лозунгами, которые призывали к труду, к миру и дружбе. Ну а трогательным завершением праздника стало выступление команды олимпийских мишек. Сколько бы лет ни прошло, а история будет передаваться и будет воспитывать патриотический дух каждого гражданина страны. Новый телевизионный сезон на нашем канале мы открываем новым выпуском шоу-программы «Музыка нас связала». Интересные судьбы, истории жизни, музыкальные встречи и много песен для вас, наши уважаемые зрители. На этот раз тема программы «День учителя». В преддверии праздника главным героем программы будут учителя. А специальными гостями станут артисты из Кабардино-Балкарии, известные российские исполнители Астемир Апанасов, Татьяна Третьяк, Ислам и Карина Киш. Они исполнят многим полюбившийся хит «Адыга диско», также все вместе споем школьные песни. Не пропустите новый выпуск программы «Музыка нас связала» 4 октября в 17.30 на нашем телеканале «Россия-1». Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире.